Торговая марка Доброго дня и доброго воскресенья, дорогие друзья, в эфире кулинарная программа «Азбука вкуса», я и ведущий Дмитрий Спиваков. Сегодня, дорогие друзья, мы в шутливой форме будем говорить о беременностях, о патологиях беременности, о том, каким образом наиболее легко рожают женщины, а общаемся мы на эту тему с заведующим отделением патологии беременности Института матери и ребенка Марчелом Бижан. Доброго дня. Добрый день. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к этой весьма серьезной теме, хочется обсудить, что мы сегодня будем готовить. Потому что одно блюдо сегодня рецепт принес ты, второе буду готовить больше я. Расскажи, что ты нам сегодня принес? Ну, сегодня рецепт я взял из этой итальянской кухни, кучино итальяно. Рецепт, в принципе, простой, экономичный и быстрый в приготовлении. И что хорошо, в итальянской кухне она обычно полезна, не вредна, скажем так. Она полезна и полезна, и достаточно диетична, если правильно ее готовить и использовать правильные продукты. Ну что ж, ты сегодня будешь готовить диетическое блюдо, я сегодня буду готовить не диетическое блюдо, сегодня будут кексы. Кексы будут с финиками и орехами, то есть вот такое вот, около новогоднее блюдо, несмотря на то, что мы уже, как бы, в принципе, прошли новогодние праздники, да, но, в принципе, впереди еще старый Новый год. Вот, и тоже необходимо бы что-нибудь такое вкусненькое приготовить. Так, я предлагаю начинать с кексов, потому что нам их необходимо будет отправлять запекаться, ну и, соответственно, вот, наверное, с них процесс приготовления и начнем. Расскажи, пожалуйста, вообще, прежде чем мы перейдем к теме беременности и так далее, и так далее, вообще о любимой кухне. Вообще, я заявлялый путешественник, я очень часто путешествую, когда есть возможность, когда у меня есть отпуск. Путешествую я с удовольствием, это может быть ивент путешествия, если я посещаю конгрессы, конференции или какие-то научные, да, такие мероприятия, которые необходимы. Мне, как специалисту, для повышения квалификации. Часто такое бывает? Бывает часто, три, может быть, четыре раза в год. То есть, повезло тебе, как с работой, да? Очень. Я люблю свою работу, да. И бывают путешествия, конечно же, уже в свое удовольствие. И объездил очень многие страны, испробовал блюда национальной кухни практически всех стран. Ну, итальянская кухня мне понравилась больше всего. То есть, ты не только, скажем так, наверное, любишь пробовать, но еще и готовить любишь, я так подозреваю. Я не фанат кулинар, не фанат, но когда на меня нападает вдохновение, я, конечно, приступаю к приготовке некоторых блюд. Иногда это получается, иногда не получается, но тем не менее, мои домочадцы делают вид, что это очень вкусно. Ты знаешь, это иногда как в кулинарных программах, когда в конце ты пробуешь, да, и вкусно-невкусно, но обязан показать, что это шикарно. И пытающий лыбку вот это делает, да. Так, дорогие друзья, я пока объясню, что у нас тут происходит с точки зрения приготовления. Мы смешали муку, ванильный сахар, разрыхлитель, тесто. Прямо сейчас необходимо отправить в микроволновку масло. Используем 250 грамм масла. Его необходимо немного подмягчить для того, чтобы потом перемешать это все с мукой-разрыхлителем. Добавим туда молоко, потом финики, орехи и два яйца. Вот, в принципе, это будет готовое тесто для этих кельсов. Достаточно легкий рецепт. Абсолютно простой. Я вот до сих пор иногда вспоминаю, как иногда бабушки сидят по 3 часа над каким-то рецептом и так далее. Честно говоря, жалко становится, потом за 10 минут съедается и все. На самом деле, я вспоминаю пасхальные куличи, когда они готовят. В принципе, это относится, наверное, и к рождественски тоже, на Рождество или на Новый год. Достаточно очень сложная технология, когда действительно я наблюдал за своей бабушкой. Она месит много ингредиентов и многие какие-то продукты. И я даже не успевал просто следить за ней, потому что настолько это профессионально, с годами все, настолько это уже отлаженный процесс. И в конце концов, конечный продукт очень красив и очень съедобный. На самом деле, всегда радует. Вот что касается пасхальных куличей, это же вообще целая традиция, своеобразный обряд. И до сих пор помню, как мне бабушка в свое время говорила, Дима, ни в коем случае не ругайся рядом с пасхальными куличами и так далее, и так далее. То есть, это все действительно было какое-то определенное действие, там, за несколько дней до Пасхи, когда все это намешивалось с утра и так далее, и так далее. Да, это... Так, давай перейдем ближе к твоей работе. Как ты вообще попал в эту профессию? Ой, я, наверное, всю жизнь, наверное, свою, буквально с детства, знал, что я буду врачом. У меня даже мама сохранила фотографию, где я в белом халате, с шапочкой, с красным крестом и почему-то с фонендоскопом в руке. То есть, видимо, тогда уже небеса мне преврочили движение воды в этом направлении. Так, ну, в принципе, раз ты дома где-то взял эту штуку, я про эндоскоп, значит, наверное, может быть, кто-нибудь из родителей врачи? Нет, мои родители не врачи, у меня мама преподаватель, она преподает в Академии экономических наук, французский язык, она в франце. Отсюда вопрос, откуда дома эндоскоп? Ну, да, наверное. Отец мой музыкант всю жизнь проработал с людьми творческими, со знаменитыми певцами, музыкантами, с Лаутари, с Бадгроссом, с Ручанус, с Зинаида Жуляй, со всеми этих людей я видел лично, и некоторые держали меня на колени, но, тем не менее, никто из них врачом не был. Поэтому даже удивительным для меня. То есть, соответственно, эндоскоп тоже не оттуда? Да, но я знаю, я знаю историю, которую мама мне рассказала, историю моего рождения. Врач опытный, профессиональный, достаточно знакомый не только в узких кругах врачей, но и по всему городу, который, в принципе, меня извлек и помог появиться на этом. Это так у вас называется? Извлёк? Извлечь. И вплоть до своей смерти, своей кончины, этот врач очень тесно контактировал с моими родителями, с моей мамой, он меня видел, он держал меня на руках. И я думаю, может быть, какие-то флюиды передались от него. Понятно. Я знаю, что вот ты сейчас рассказываешь какую-то определенную такую историю, связанную с больницами, с родами в больницах и так далее. Вот сейчас есть такая модная фишка, некоторые там, кто дома рожает, кто в воде рожает. Вообще скажи, это от лукавого? То есть, не очень это хорошо на самом-то деле? Лучше рожать в больницах или все-таки вот в таких вот странных условиях? Я бы сказал, что в этом отчасти повинны вы, масс-медийные личности, вы, масс-медиа, телевидение, радио, которые при появлении каких-то новшеств, каких-то новых идей, сразу же пытаются это раскрутить до такой гиперболической такой формы. Да, действительно, одно время были популярны роды в воде, но на самом деле сейчас, последние пять лет, если один случай на моем веку был, это да. Причем я вот сейчас, извини, я тебя перебью, я сейчас вспоминаю, вот ты как бы говоришь, виноваты вы, я сразу начинаю чувствовать какое-то ощущение вины появляется внутри. Я понимаю, вроде мне за это не платили. Вот сейчас вроде стараюсь как-то наоборот развенчать этот миф. Вроде за это не платили, черт побери. Масс-медийные источники, они, конечно, очень влияют. И не только влияют, но они имеют и положительные, конечно, эфиры на социум, но также могут играть и отрицательную роль. То есть, в принципе, сейчас со всей ответственностью ты можешь сказать, уважаемые женщины, вот если можно туда, рожайте в больницах. Да, уважаемые женщины, гарантированное качество оказания медицинских услуг только в условиях стационара. А с чем это связано? Я всем объясню. В условиях стационара созданы все необходимые, в принципе, факторы для того, чтобы женщина родила с успехом, при минимальных каких-то либо осложнениях, получив хороший продукт, то есть своего ребенка. Продукт? Как-то странно, это плеч, продукт. Странная вот терминология. И с улыбкой, с ребенком на руках выписаться из больницы. Все-таки больница, она сделана специально в таком русле, что это качественно и житое десятилетиями, столетиями. И, естественно, присутствует достаточно высокий профессиональный коллектив, который оказывает качественную медицинскую помощь. В конце концов, есть же детская реанимация. Естественно. И самое основное, это то, что при появлении каких-либо осложнений, то реагируется моментально. То есть при экстренной какой-то ситуации, это решение проблемы в ближайшие минуты. Чего, к сожалению, нельзя делать в домашних условиях. Но, однако, я знаю ситуацию, когда ты все-таки был участником родов в домашних условиях. Кавист, была такая ситуация в силу того, что были повторные роды. Что значит повторные роды? Повторные – это роды, вторые, третьи, четвертые и так далее. И моя пациентка просто не успела приехать в стационар. Мне пришлось оказывать помощь в домашних условиях. Но, тем не менее, после отхождения по следу, то есть детского места, мы вызвали скорую помощь, красиво сели и поехали в больницу. Мне интересно. Все сделали красиво. Все было по правилам, Виталий. По правилам. Я знаю, мне рассказывали одну такую историю. Друзья, я не знаю, будет вам видно или нет. Приехала одна женщина в частную клинику, которая захотела рожать примерно… Ну, человек фанат йоги, видимо. И очень захотела рожать примерно вот в такой вот позиции. Скажи, как врач, что это? Я вообще очень положительно отношусь к спорту. Сам, увлечен, сам занимаюсь. И всегда говорю своим пациенткам, которые иногда спрашивают, вот спорт все-таки, это же физическая нагрузка во время беременности. Многие говорят, что нельзя. Я очень положительно отношусь к легкой физической нагрузке, без отягощения. Очень хорошо отношусь к пилатесу и, в том числе, к йоге. Йога – это незаменимая вещь, в том числе и во время беременности. Это же целая система. Это система дыхательных упражнений, это система и физических, это и растяжка, и эмоциональный фон. И поэтому, в принципе, да, принципы йоги иногда предусматривают помощи и в родовом процессе. Но такую позу, которую ты показал, в принципе, я не видел. Это прямо во время родов. Во время родов, да. Не очень удобно для медперсонала, для акушерки, на самом-то деле, я так думаю. Потому что все-таки акушерки приходится как-то лавировать, да-да-да, как-то так, да. На самом деле, да, позы бывают разные. Женщины рожают в полусидячем положении, они рожают на корточках, в принципе, в африканских странах народности. В основном, 78% они рожают на корточках, да. Рожают в позе грациозной пантеры или кошки, то есть облокотившись на колено. От чего это зависит? От каких-то предпочтений женщины, от каких-то физиологических, да. Допустим, поза, поза, которая я сказал, да, облокотившись на локте и на колено, она удобна тем, что она разгружает брюшную полость, то есть снижается внутрибрюшное давление и внутрибаточное. Это облегчает боль женщины, в принципе. Поэтому и гидам предусмотрены различные вот эти позы во время рода, да. Одна из этих поз вот такая удобная. Для родов, в принципе, так женщина себя ощущает. Но если бы, как врач, порекомендовал бы, в какой все-таки? Классическая поза, полулежа на спине, облокотившись ногами на специальные поручни и держась руками за рукоятки. Почему? Этим формируется правильный родовой канал, по которому ребенок скользит, по которому ему легче выйти. Это раз. Во-вторых, акушерки и медперсоналу очень удобно манипулировать. У нас все на виду, мы все видим, мы можем вовремя, при необходимости внедриться в процесс, при необходимости наложить вакуум и так далее. Но ты говоришь о том, что вы все видите, как делать с папами, которые иногда могут увидеть и потерять, и упасть в обморо. Ну, партнерят очень популярно и очень нужны, много очень преимуществ, конечно же. Все решается в семье. То есть партнеры для себя заблаговеемые во время беременности, подойдя к родовому процессу, они должны знать четко, будут ли они рожать вместе или нет. Все зависит, конечно, от психотипа партнера, от мужчины, от того, как он себя видит. Для этого, естественно, желательно пройти определенные курсы, благо их в Кишневе много. Опять же, при стационарах или частные какие-то курсы, которые ведут подготовку не только мамочек беременных к родам, но также и партнеры. Потому что некоторые, имея несовершенную, скажем так, центральную нервную систему, они могут не так среагировать. К теме помощи мы еще обязательно вернемся. Дорогие друзья, что у нас происходит с точки зрения кулинарной? У нас пока немного обжариваются орехи, кроме того, дадим буквально 2 минуты отдохнуть тесто, для того, чтобы вы могли посмотреть короткую рекламу. После этого вернемся, отправим наши кексы в духовку и займемся приготовлением пасты по личному рецепту Марчелло Бижан. Дорогие друзья, в эфире вторая часть программы «Озвуковкус». У нас в гостях по-прежнему заведующее отделение патологии института, патологии беременности, института матери-ребенка Марчелло Бижан. Сегодня мы в несколько шутливо кулинарной форме говорим про беременности, про роды и так далее, и так далее. Все, что с этим связано. Кроме того, друзья, сегодня мы готовим маффины с финиками и орехами. Ну и Марчелло сегодня пришел со своим блюдом. Расскажи еще раз, что ты сегодня будешь готовить? Итальянские рецепты, паста, коммодори и шампиньоны. Хорошо, с помидорами у нас, конечно, сейчас не лучшие времена. Ну, вот некоторые говорят, что турки сейчас такое количество денег вложили в производство помидоров, что они даже пахнут, как наши молдавские. Они вложили это после эмбарго наложенного России или? До. До. Не подгадали. Так, но тем не менее, дорогие друзья, пока вы смотрели рекламу, у нас на сковородочке мы обжарили немного орехи. Прямо сейчас эти орехи вот буквально так вот добавляем в тесто. Сюда же мы отправляем финики. Финики без косточек тоже в большом количестве. Можно смело их отправлять. И, опять же, все это перемешиваем. Если ты не против, я тебя пока попрошу кусочком масла вымазать в форму для того, чтобы эти кексы у нас ни в коем случае не пригорали. И прямо сейчас задам тебе один вопрос, вот прямо на засыпку. 7 января родила одна моя знакомая, которая принципиально, они с супругом отказались от родов в государственном учреждении, ну так как праздники, мало ли что. Скажи, пожалуйста, положа руку на сердце, я тебя попрошу прям серьезно положить. В общем, их, скажем так, страхи имеют основания под собой или нет? Никаких оснований, поверьте мне. Можешь убрать руку на сердце. Поверьте мне, что родом работает нон-стоп, 24 часа в сутки. То есть много встречи праздников никто не... Нет, естественно, нет. Мы себе не можем такого позволить, потому что ситуации бывают срочные, экстренные. И даже если у кого-то есть зарождение, это сугубо безалкогольный, может быть, какой-то стол, закуски и чай, кофе. Отвечаем мы, естественно, после дежурства, либо в выходные дни. И вне зависимости от статуса медучреждения, это, допустим, государственное, либо это частное, я вам скажу честно, вы получите качественную медицинскую помощь. Ну вот раньше считалось, я вот, допустим, вспоминаю, когда меня моя мама повезла в роддом, где я родился в свое время. Ну, честно говоря, у меня были такие немного смешанные чувства. Ну, такое ощущение, что ремонт там не делали лет 15. Сейчас изменилась ситуация? Да, конечно. Что с оборудованием происходит? Конечно. Я вам хочу сказать, что институт матери и ребенка, он относится к республиканским медучреждениям. Естественно, это третий уровень, это высшее звено в организации медицинской помощи. Естественно, что в такое республиканское медучреждение должны вкладываться финансовые потоки и в материально-техническую базу, и в лекарственную область, и в том числе в научно-исследовательскую работу. То есть, в принципе, что касается родов, у вас все по последнему слову? Да, по последнему слову, мало того, вы же помните программу, которая была по стране Ренажте Молдова, да? Да, конечно. Благодаря этой программе спасибо всем спонсорам, спасибо всем тем людям, которые помогли, которые действительно внедрили, свою частичку отдали, и в том числе и какие-то финансовые средства для реновации, для ремонта. В некоторых отделений, сейчас и родзал, и послеродовое отделение, они построены по последнему слову. И техники, и какого-то оборудования, или все необходимое для того, чтобы оказать... То есть, в принципе, можно не переживать. Можно переживать. И в государственном учреждении ехать смело. Смело. Причем, мало того, независимо от того, если у вас знакомый врач, которому вы хотите доверить свою супругу и своего ребенка, нет его, поверьте, в любой момент, в любой, это среди ночи, это рано утром, вы можете приехать, зайти за порог... Зайти и родить. Института матери-ребенка. И вы должны быть уверены в том, что вас встретят, вас не оставят одной, и вам окажут необходимые помощи. Ты знаешь, я на одном форуме наткнулся на очень большое количество лестных высказываний о тебе. Прямо мамочки там чуть ли не горой выступали, отсюда у меня родился вопрос. Не обладая какими-то связями и так далее, можно ли выбрать того врача, с которым женщина будет рожать? Вот эта связь эмоциональная, моральная, этическая, интеллектуальная, она очень важна. Доверие к своему врачу по договору или не по договору, оно очень важно. То есть женщина, которая попадает в роддом, попадает в родзал, имея достаточно болезненные, свадкообразные ощущения, неприятные, дискомфорт, имея страх перед неизведанным, попав в среду, опять же, чужую для нее, с людьми, которых она не знает, естественно, она теряется, и это не очень хорошо сказывается на самом процессе. Поэтому, если она доверяет врачу, если она смотрит на него, и она чувствует, что вот, это тот человек, которому она может довериться, который вложит всю свою силу, всю свою, все свои знания, всю свою любовь, доброту, все-все-все положительные качества, то, конечно, в финале результат хороший, конечно. То есть, в принципе, договариваться можно и нужно? Насчет нужно, не знаю. Опять же, я говорю о том, что все равно получит женщина помощь. Но в идеальном случае... О том, что нужно договориться, он все-таки тянется к тому времени, когда было очень много родов, да, по 20, по 30, даже по 40 за сутки. Естественно, некоторые переживали, что, может быть, им не дадут того внимания, может быть, что-то пропустят, упустят, и у нее не так будет хорошо, как у той, у которой сидят. Но случаи бывают разные, поэтому, на самом деле, каждая женщина имеет свой родзал, в котором она находится одна, каждая имеет свою персональную акушерку, которая подходит по необходимости и делает необходимые манипуляции. И в том числе врач, который на дежурстве, это будет, допустим, не в течение дня, либо, если он приезжает просто на роды, да, к своим знакомым. У нас же много знакомых, у нас много друзей. Ну, у нас страна такая, от этого никуда не денешься. Естественно, что если какой-то врач, профессионал своего дела, если какие-то слова благодарности от одной пациентки, а это врачи переходят к другой пациентке, к третьей, четвертой и так далее, конечно, формируется, каждый врач имеет свою определенную такую вот группу, свою семью, я называю это семья. Все пациентки, все те, которые рожают или которые собираются рожать, это для меня семья. Я отношусь так, как я бы относился к своей матери, к своей сестре или к своей жене. Так, я тебя буквально на секундочку перебью. Дорогие друзья, пришло время, в принципе, отправить наши маффины в духовку. Для этого необходимо ее изначально прогреть. Мы выставляем сначала 220 градусов. В течение буквально 10 минут маффины должны прогреться. И уже только после этого мы скинем температуру, оставим где-то градусов 180 и при этой температуре будем запекать. Пока эта духовочка греется, давай, наверное, приступим к приготовлению твоего блюда. Расскажи, пожалуйста, о том, как это будет происходить и какие манипуляции ты собираешься проводить. Блюдо достаточно легкое, как я сказал, оно фитнес, оно диетическое. Причем можно употреблять и беременным женщинам, которые переживают, конечно, за свою фигуру. И хотят сохранить ее до конца беременности, в том числе после родов. На самом деле, макароны итальянского производства, но я так понимаю, что и наши производители тоже начали делать макароны. Стараются, стараются. Пока все-таки чуть-чуть может быть где-то, да. И в принципе не дают. Заметьте, итальянцы, они все энергичные, они все хорошо выглядящие, да. Хорошо слаженные. Хорошо слаженные, да, абсолютно. Тем не менее употребляют в индустриальных количествах макароны и пиццу и так далее. Потому что все зависит от продукции. От качества ингредиентов, 100%. Ты сказал о том, что можно и беременным женщинам. Главное, чтобы мужчина успел их приготовить, прежде чем она не захотела чего-нибудь другого. Ну да, еще иногда надо холодильник на ночь запирать, конечно же. Да, да, да. Потому что, да, некоторые мужья просыпаются среди ночи от каких-то непонятных звуков. Вообще, что кто-то там хромцит, кто-то там что-то, да. На самом деле, да, у женщин... Иметь там на всякий случай ананасы, клубнику, рыбу, мясо вяленое и так далее, и так далее. А около... на ночном столике пирожные, те же самые маффины, те же самые какие-то там, да. Так, хорошо, давай приступим. Окей. Нам нужно масло. Так, масло. Что мы делаем с маслом? Так, масло мы немножечко покрываем дно сковородки. Масло нам необходимо оливковое. Оливковое масло, оно используется, опять же, практически сейчас во всех кухнях, да, Вьера? Да, на самом деле именно оливковое, да, оно обладает, скажем так, более нейтральным вкусом. Так, что мы делаем далее? Рассказывай поподробнее. Рассказываю. Очень интересно, я увидел у итальянцев момент. Я, допустим, такого не встречал. Дай-ка я угадаю. Сейчас ты будешь маслу отдавать запах чеснока. Да, так точно. Вот этого я не видел, я взял это фирменное 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 итальянство. Да, да, очень интересно. И поэтому... А, так, сделаем. Чуть-чуть, друзья, необходимо, во-первых, почистить чеснок, а во-вторых, его немного отдавить, для того, чтобы он начал отдавать свой запах. Да, точно, и фитонциды, и все питательные свойства чеснока. А чеснок вообще очень полезен. Это фитонцид, который борется с воспалительными, какими-то респираторными заболеваниями. Его рекомендуют, да. Другое дело, что может быть запах. Да, может быть не в первой половине дня. Да. Особенно на завтрак, как бы, вообще не очень. Так, хорошо, отдаем запах. Что делаем далее? Далее мы должны порезать шампиньоны. Тебе помочь с этим процессом? Сколько шампиньонов тебе необходимо и какими кусочками? Зависит от того, какое количество гостей у нас на сегодняшний день. Угу. Так, сколько красив? Резать шампиньоны вот таким вот образом. Тонкие ползины. Чтобы они были красивые, да, толстые гидро, да. Они должны красиво выглядеть на блюде. Так, пока режем шампиньоны, я тебе продолжу задавать вопросы относительно твоей трудовой деятельности. Раньше вроде роженицам не делали никаких анестезий. Сейчас вроде пошла информация, что вроде делают. Мало того, любая женщина, которая поступает в рудзал, в основном, скажем, 90% рожениц, даже не имея чрезмерно выраженной родовой активности и таких прям выраженных болей и схваток, первый вопрос сразу. Доктор, вы мне сделаете обезболивание? Ну, потому что бояться, как ни путь. Потому что бояться, бояться боли. А все из-за чего? Из-за того, что не было психо-профилактики и подготовки до родового процесса. То есть, в принципе, всегда надо говорить о том, женщину предупредить, что родовой процесс, да, это болезненный процесс, будут схватки. В зависимости от психотипа, от центральной мировой системы, некоторые женщины реагируют уже с истерикой просто на порез пальца. А некоторые стоически выдерживают даже операцию аппендицита. Без обезболивания. Без наркотика? Это так, в шутку. На самом деле, если женщина может перетерпеть при помощи дыхания, при помощи, опять же, поддержки мужа в родах, тогда, конечно же, это нам на руку. Но, тем не менее, конечно же, 80% родов, они сейчас обезболиваются, делается эпидуральная анестезия, она имеет хороший эффект. Какая, проси, какая? Эпидуральная. Что это такое? Спинномозговая, то есть, делается укол. Специалисты все наши обучены этой тактике, этому приему, все прошли специализацию, осложнений практически не бывают. И женщина при этом ощущает себя королевой. Ну, представляешь, она приезжает в роддом со схватками, болезнями, чуть ли не лезет на стенку, да, как она говорит. А тут хоп, и все. И пустота, и тишина, и никакой боли. Ну, мы опять же предупреждаем, что эпидуралка, она не на весь процесс родов, то есть, в процессе, когда начинаются уже изгоняющие схватки, то есть, эксплузия, непосредственно, когда надо тужиться, женщина должна ощущать эти схватки. Она должна помогать нам, потому что мы не можем ей этого ребенка излечить, да, она должна сама. Отправляем грибы. Расскажи, все грибы отправить? Или многовато будет? Или многовато будет? Ну, давай буквально вот так. Мы должны их поджарить, но буквально чуть-чуть, не до черного состояния. Как иногда хозяюшки обжаривают грибы, да, они должны быть красивыми. На самом деле, шампиньоны там можно и так есть. И так. Они сугубо для красоты и для придания вкуса. Что, берем стручковый перец, да, ну, наверное, я думаю, хватит нам половины. И нарезаем вдоль. Вдоль, может быть, даже можно такими ломтиками, да. Что он придаст, он придаст такой вкус немножко остроты и блюду. Далее мы потом добавим туда помидоры черри, все это размешаем. Помидоры необходимо прям вот целиком или мы как-то все-таки регулируем? Нет, все-таки целиком на четыре части. Все-таки целиком на четыре части? Хорошо, я тогда пока нарежу несколько помидоров. Мы начали говорить про кесарево сечение. Все это панически как-то боятся этого? Не только. Некоторые, придя к специалисту, сразу же говорят, что я не хочу рожать. Я знаю, что это больно. Мне рассказывали, что это такое. Я хочу сразу, чтобы сделали мне оперативное вмешательство, дольский кесарево сечение. Понимаете, кесарево сечение, это все-таки оперативное вмешательство. Это вхождение в брюшную полость. И по статистике процент осложнений после кесарево сечения гораздо выше, чем после нормальных родов. Опять же, женщина родила, через 48 часов она выписывается домой. Если даже роды были сопряжены с каким-то, может быть, травматическим характером, да, какие-то травмы промежности или внутренних органов, да, половых органов. И, опять же, уход, уход за ребенком гораздо легче женщине после родов. Тогда она пошла из-за операции, конечно. Она активна, конечно, чем после операции. Опять же, рубец на матке – это неприятное ощущение, скажем так, в ближайшие месяцы, потому что это рубец. Он требует определенного времени для формирования, для формирования соединительной ткани, да, лови. И в дальнейшем осложнение со стороны менструальной функции, опять же, со стороны сексуальной функции, ощущений, да, это все сказывается. Но, тем не менее, сейчас кесарево – это не так, скажем так, проблематично, как это раньше было. Есть ли какие-то изменения в этом плане? Может быть, шрам меньше? Да, конечно же. Сейчас делается разрез в нижней, в нижней части передней брюшной стенки. У бугра Венеры, холма Венеры, как мы его называем, то есть, где начало волосяной части. То есть, это должно быть косметически, чтобы женщина потом в дальнейшем могла выйти на пляж, даже в бикини, и при этом никто не заметит, что у нее что-то, да, было. И накладывается на кожу интрадермальный шов – это косметический шов, все владеют этой техникой. И при рубцевании, даже через несколько месяцев, уже вообще практически ничего не видно. Может быть, мы пока отправим отвариваться непосредственно… Давай макароны. Да, макароны. Это не макароны. Макароны, как мы говорим по-русски. Макароны, но это паста. Фусили, на самом деле, более такое название, да? Потому что, на самом деле, непосредственно макарони, да, это такая трубочка с отверстием внутри, если уже быть совсем. Я думаю, этого достаточно будет, да. Итак, дорогие друзья, мы пока уходим на короткую рекламу, у нас пока обжариваются наши грибочки. Кроме того, у нас уже готовы помидоры для того, чтобы мы туда отправили, и прямо сейчас в нашу духовку мы отправим наши маффины. Пока они будут запекаться, вы смотрите, как я уже говорил, короткую рекламу, мы скоро вернемся и продолжим процесс приготовления. Дорогие друзья, в эфире третья, заключительная часть программы «Азбука вкуса». У нас гостяк по-прежнему Марчел Бижан, заведующий отделением патологии беременности Центра Института Матери-Ребенка. Вот ты действительно говорил, что вот каждый раз, когда тебя представляют, вот обязательно кто-нибудь ошибется, да? Третий раз тебя представляю и третий раз тоже оговариваюсь. Так, дорогие друзья, пока вы смотрели рекламу, во-первых, мы открыли бутылку вина для того, чтобы белое вино добавить сюда. Да. Как вы видите, наглядно доказываем, что то вино, которое используется для готовки, оно же должно быть не хуже качеством, чем то вино, которое вы бы выпили сами. Я хочу сказать, что, конечно же, раз уже итальянская кухня, итальянское блюдо, рецепт, итальянское вино должно быть, но тем не менее, я хочу сказать, что местные производители... Тоже неплохо. Не то, что неплохо, я бы сказал, даже, очень даже. Есть у меня немножко другая точка зрения на этот счет, что все-таки есть еще чему поучиться у итальянских производителей. Вот в качестве, в вопросах качества вина и вообще концепта производства вина. Но тем не менее. Итак. Да, что ты сейчас будешь делать, какие манипуляции проводить с грибами? Добавим немножечко стручкового перца, острый. Острый. Заметил, да? Да, то есть ты глаз рукой по другому глазу. Да, но те, которые готовят, обязательно мойте руки после перца, потому что будет катастрофа. Да, ЧП на производстве у нас сегодня уже случилось. Так, добавили перец, далее мы сюда отправляем помидоры, да? Да, и отправлять можем, можем отправить уже помидоры. Так, да. За время просмотра рекламной паузы на моей дощечке помидоров количество уменьшилось. Все-таки, как ни крути, ароматика есть в воздухе, правда? Чувствуется даже тот чеснок, который ты отправил еще в прошлой части, туда в масло. Да, здесь запах прямо. Да, да. И что дальше? Как долго это должно готовиться? Чуть-чуть, буквально несколько минут. Это грибы поджарятся, наверное, 6-7 минут. Добавляем перец и еще где-то минутки 2-3 можно еще помидоры. Так, соль, перец. Это буквально, даже я бы не назвал, наверное, что-то. Мы тушим, да? Тушим. Скорее всего, да. Это все-таки, как ни крути, ни обжаривание. Соль, перец. Да, немножко соль, перец. Так, в принципе, ты уже знаешь, где это у нас находится. Немножко соли. Так, и, соответственно, немножко перца. И немножко перца, да. Так, я тебя, как всегда, буду отвлекать общением. Есть такой стереотип о том, что женщине необходимо рожать до 25 лет. Как специалист, скажи, это правда или нет? Ну, мировая тенденция последние десятилетия. Следующее. Женщины уже хотят быть независимыми. Да. То есть, в социальном плане, финансовом, в любом. Наступает это ближе к 30. Да, это наступает после получения одного, даже некоторые хотят и два высших образования. Естественно, что в погоне вот за получением определенного статуса в социуме, да, они не задумываются о том, чтобы создать семью, и либо, если создав семью, о рождении ребенка. То есть, современные женщины подходят к годам 30-35 к этому вопросу. Это неплохо, потому что рождение ребенка, оно все-таки должно быть сознательным. Моя мама меня родила там в возрасте 20 лет. Я вспоминаю себя в 20 лет, я понимаю, что в 20 я, ну, никак не был готов к рождению ребенка. Что я ему мог отдать, вот в плане моральном том, в конце концов. Да, и моральным, даже и в информационном плане, да. То есть, чем мы зрели, тем больше у нас есть знаний. Но ведь есть физиология. Да, вот о физиологии я хочу поговорить. Все-таки к 35-40 годам. Есть некоторые нюансы и в течение беременности, сопряженность с осложнениями. Это больше процента и угрозы прерывания беременности. Больше процента уже накопившихся каких-то экстрагенитальных болезней, да, со стороны сердца, почек и так далее. Естественно, на это тоже надо заострить внимание при подготовке, планировании и непосредственно во время беременности. Родовой процесс сам по себе тоже сопряжен. Многочисленные монографии показывают о том, что рождение ребенка в 35 и в более старшем возрасте сопряжены, опять же, с слабостью родовых сил и больше процентом кесаревых сечений, которые заканчиваются. Опять же, на этот процент оказывает влияние факт тот, что к 35-40 некоторые женщины просто страдают бесплодием и вынуждены прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Опять же, этот ребенок получается золотым по своей ценности, да, потому что вложены были и финансовые средства для данной процедуры. И сохранение беременности сопряженного, естественно, с какими-то вложениями. Поэтому при малейших каких-то осложнений, при малейших отклонениях от нормы, естественно, беременность будет закончена кесаревым сечением. Я заметил одну такую интересную закономерность. Вот в последнее время, ну, скажем так, около молодые люди, да, то есть лет там 25-27-28-30, действительно есть проблемы у пар с зачатием. Причем, вроде раньше я такого, ну, никак не наблюдал. Мало того, я скажу, если раньше процент бесплодия у женщин был гораздо больше, чем у мужчин, то есть 70 на 30 процентов, то в настоящее время практически они уравновешивались. Чем это связано? 50-50. Это связано со многими вопросами. Это и окружающая среда, это и экстрагенитальная патология, о которой я говорил. И, скажем так, может быть даже некоторые отношения к сексуальной жизни, смены частых партнеров, это заболевания, передающиеся половым путем, не вовремя выявленные, не вовремя увеличенные. Это все в дальнейшем, конечно же, оказывается. В итоге накладывается. Конечно. И если мы говорим о стереотипах, есть еще такие. Знаешь, вот когда, допустим, бабушки какие-то смотрели на девушку, да, и говорили, вот бедра у нее узкие, рожать будет тяжело. Правда это или нет? Нет, на самом деле, конечно же, одно из показаний для кесаровой сечения, проведенное в плановом порядке, является узкий таз. Но, опять же, все зависит, потому что должны проводиться измерения, как во время беременности, так и непосредственно при создании плана ведения родов. Это измеряется все размеры таза, это смотрится на ростный весовой показатель. Да, действительно, при несоответствии размеров таза и размером ребенка, который подтверждается, и утрозвуковым исследованием, конечно же, отдается предпочтение кесаревого сечения. Есть еще такой миф. После 30, скорее всего, у женщины будет двойня. Нет, опять же, это связано с генетикой через поколение. Обычно у женщин, у которых бабушки, прабабушки имели в родине многоплодной беременности, конечно же, да, больше процентов появления. Это если женщина натуральным путем заберенела, естественным. Но учитывая, что многие прибегают к экстракорпоральному, как правило, подсижится несколько эмбрионов, из которых обычно двое приживаются, и, естественно, сохраняется эти эмбрионы. То есть, редукция не делается, не удаляется второй. То есть, соответственно, если у пары уже до этого было пятеро детей, и тут в другом мужчине... Это замечательно. Это паника. Для мужчины. Для мужчины, согласен. Так, что у нас с готовкой? Что у нас? Практически все готово. Мы должны... Я думаю, что, может быть, удобнее будет использовать вот эту штуку. Я смотрю, немножко мы не уследили за фусили, да? Но фусили какие-то красивые, посмотрели. Красивые, хорошие. Виталий купил? Виталий. Честно. Прислали. А, прислали. Хорошо иметь родственников Виталии. Тут не поспоришь. Так, в итоге, вытаскиваем это все, кладем на блюдо. Да, кладем на блюдо. Да, да, еще немножко добавим, чтобы было. Чтобы было что есть, да? Чтобы было что есть. Мужчина должна питаться. Потому что блюдо должно выглядеть не то, оно не должно быть просто вкусом. Она должна... И эстетика для нас очень важна. Заметьте, когда вы идете в обычный ресторан, какая-то забегалка, и когда вы идете в какое-то изысканное место, и... Однако, я тебе сейчас немножко подколю. Ты сейчас будешь сверху укладывать помидоры. Вообще-то надо размешиваться. Да. Но мы для создания вида, мы все-таки... Просто уложим сверху. Да, уложим сверху. Во французской гастрономии есть правило. Во-первых, блюдо не должно практически касаться канта тарелки. Плюс к этому, не дай бог, чтобы что-то выглядывало за пределы тарелки. Это считается маветон у французов. Но опять же, французы в этом плане... Ну, мы сейчас сборим простую, скажем так, итальянскую кухню, да. Ты, в принципе, сейчас, я смотрю, достал базилик. Я достал базилик, потому что базилик, это... Если не одно из самых основных градиентов итальянской кухни, потому что они его употребляют везде. И с макаронами, и с пиццей, и с мясом. Везде. Ну, и, естественно, на нашем блюде, я бы сказал, что оно не... Как сказали бы кулинары, базилик – это наше все. Наше все, да. Вот как базилик тут, это такая своеобразная вишенка на торте. Хочу задать тебе тоже такой вопрос, который станет кульминацией своеобразной нашей с тобой беседы. Сколько стоят роды? Это провокационный вопрос. Я знаю. И его, в принципе, задают все пациентки, которые приходят к специалисту или просто поступают. Я всегда отвечаю следующим образом. Естественно, все женщины у нас защищены государством. И с юридической точки зрения. Они все имеют полис страхования, медицинского страхования. Естественно, они пользуются всеми благами, которые предусмотрены данным полисом. То есть, вы должны знать, что вы поступив в стационар, вы не должны ничего с собой привозить. Не из лекарств, ничего. Даже то же самое постельное белье. Но, тем не менее, есть нюансы, связанные с нашим государством в конце концов. Нюансы мы должны четко разграничить. Есть государственное учреждение, есть частное. С частными дело обстоит легко. Ты приехал, согласно проскуранту, ты заплатил, соответственно, стоимость родов, либо стоимость того же самого кесарого течения. В государственном, поверьте, ни один уважающий себя доктор никогда тебе не скажет в лицо, что ты должна заплатить вот за это. Мы все выполняем свою работу. Это в течение дня, либо это на дежурствах. Любая женщина, которая поступает, мы все сделаем необходимо для того, чтобы она была удовлетворена, чтобы она с улыбкой, с хорошим настроением, в том числе и ее окружающие родственники, вышли, выписали из больницы. Вопрос благодарности пациентов, которые всегда стоят, это не сейчас возникнет вопрос. Не нами придумано. Не нами придумано. Абсолютно. Да, даже сам Аристотель говорил. И Гиппократ сам говорил, который, клятвик, который мы следуем, о том, что, в принципе, работа врача должна быть... Достойно отблагодарена. Оценена. Вот этот уровень оценки зависит все от пациента. Я тебе сегодня хочу сказать спасибо за то, что пришел к нам, развенчал, может быть, некоторые мифы, может быть, кому-то внес ясности в процессе подготовки к родам и так далее. Так, дорогие друзья, давайте... Итак, мое блюдо готово. Да, твое блюдо готово. Давайте мы посмотрим, что у нас происходит с маффинами. Вот, в принципе... Ну, на запах. Вот так вот. Так, и на дощечку. Так. Вообще, в идеале, маффины можно было бы подать, к примеру, шариком мороженого, может быть, с веточкой мяты. Вот так бы они смотрелись просто идеально. Согласен. Еще раз говорю тебе спасибо за то, что пришел к нам сегодня на программу. Дорогие друзья, вам же я желаю прекрасной недели. Как обычно, желаю шикарных кулинарных совершений на кухне. Ну и прощаю до следующего воскресенья. Увидимся в программе «Азбука вкуса». Пока. Спонсор показа – торговая марка «Ханса». Субтитры сделал DimaTorzok